Добрый день, друзья! Мы находимся в Одессе, в студии Одесской Еврейской Мессианской Общины Ор Маше, где продолжаем снимать, записывать наши передачи 777 секунд Торы. И вместе с Александром Шейного, Саша, мы сегодня будем с вами комментировать опять двойную недельную главу Тора, которая называется... Сегодня у нас Ахарей и Гдашим. Это левит с 16 по 20 главы. И хочу сказать, что главы насыщены очень многими событиями и тем, что Господь говорит для нас. Есть чему учиться. Да. Было большое искушение начать говорить о 16 главе книги в экран, но как-то преодолели искушение и поговорим о том, о чем реже проповедуют. Вот. Вот в 19 главе я нахожу здесь такой стих. «Не обращайтесь к идолам и богов литых, не делайте себе я, Господь, Бог ваш». Вспоминаю, отталкиваясь от этого стиха, предупреждение Всевышнего о том, чтобы те, кто верит в Него, не делали изображений. И вот в данном случае, чтобы не делали богов литых, чтобы не поклонялись им, не обращались к идолам. Ну, очень все понятно, когда речь идет о каких-то лжебогах, которые люди придумали, не веря в истинного единого Бога. Но почему вот в некоторых местах Торы, давай остановимся немножко на этом, говорится о том, чтобы не делали разных изображений, когда речь идет о поклонении в принципе. Известно, что, ну, Бог знает наше сердце вообще, да, и мы с тобой также знаем вот из истории того же христианства, что задуманное вначале как помощь для развития веры, для поклонения Богу, вот Иисусу, да, оно потом в итоге сделало эти изображения не помогающими, а удаляющими от Бога, и фактически превратило их, выдало, я говорю об иконах, и когда я слышал объяснение разных священников о том, что нет, икона не является Богом, она призвана лишь помочь людям сфокусироваться на Боге, но вместе с этим существуют праздники икон, существуют свойства, приписанные так называемым чудотворным иконам, и прямо термин сам чудотворной иконы, говорящий о том, что сама икона чудо творит. Бог, зная нас наперед, упреждает здесь это, и вот, как мы знаем из истории, часто, собственно, безуспешно. Да, действительно, проблема с сердцем человека существует. Когда люди видят некое божество, которое способно оказать защиту или какую-то протекцию, люди стараются договориться с таким божеством, и мы знаем, что этим путем шли языческие народы, то есть принцип был достаточно простым. Существуют боги, которые, в принципе, влияют на мою жизнь, и я хочу с ними договориться таким образом, чтобы, как минимум, они мне не мешали, но, конечно, прекрасно будет, если они мне еще и помогут в моих делах. И путем различных таких действий, магических, возможно, таких, знаете, ходов, ты пробуешь наладить взаимоотношения с этим божеством. И что очень интересно, что, да, действительно, и в христианстве, и в различных других религиях есть вот такие попытки, в каком-то смысле, просчитать Бога. То есть методом проб пытаются люди понять, что же конкретно нравится Богу. Например, если я ему буду давать жестко десятину, но вовремя, вот каким-то таким образом мои действия, они его вот особенно расположат ко мне, и он посмотрит, скажет, какой ты молодец, я воздам тебе в 30, в 60, а еще и в 100 крат, если это будет точно, а если ты мне дашь 11 процентов и так далее. Или когда люди пытаются использовать какие-то вещи не по назначению, мы читаем такие истории, например, история о Нехуштане, медном змее, которому люди начали поклоняться. И, кстати, ситуация, с которым дает, как бы, почву, да, платформу говорить о том, что предметы поклонения, это легитимно, это об этом есть в Библии. Да, да. То же самое мы читаем историю о Гидеоне, который сделал Ифот, и написано, что начали блудонействовать, ходя, поклоняясь этому Ифоду. То есть, обратно же, некий предмет, он становится, как бы, путем, ключом для того, чтобы заставить Бога делать что-то угодное человеку. Итогом такого процесса, как правило, выступает то, что суть теряется напрочь, остаются предметы, и поверх настоящей живой веры изобретается совершенно противоположная ей религия. Вообще, сам предмет, что интересно, ведь Писание говорит, что вера – это вера в невидимого. Так? Любая попытка сделать что-то видимое, чтобы помочь укрепить веру в невидимое – это противоречие. В итоге получается то, что получается всегда люди уходят от настоящей веры и впадают в идолопоклонничество. Поэтому мы видим, что Бог дает еврейскому народу закон. Это не простой закон, это не просто набор правил. Этот закон отличается принципиально от всех существовавших законов, как тогда, так и сейчас. Потому что мы понимаем, что вокруг еврейского народа жило очень много других народов. И Бог, когда обращается к еврейскому народу, Он говорит о том, что вот смотри, в твоей среде есть люди, например, малоимущие, люди, которые нуждаются. И 19 глава книги Левит, она очень много говорит о таких вот незащищенных слоях населения, в социальных таких кругах, где они не могут сами о себе позаботиться. Например, пришельцы. Кто такой пришелец? Это пришельцы, люди, которые пришли и поселились для того, чтобы жить среди этого народа. И Бог говорит, ты их не притесняй, потому что ты сам был таким. Например, люди слепые, люди, которые вдовы, сироты, которые разорены были последствием каких-то действий. И мы знаем, что даже рабы, евреи, люди, которые были вынуждены продавать себя в рабство, будучи евреями. В силу разных причин, возможно, даже по причине своих ошибок в жизни. Безусловно, но они к ним не могли относиться ко всем рабам. Потому что Бог говорит, что, послушайте, у вас должен быть высокостный год, юбилейный год, когда такие люди могут выйти. Вы должны вернуть ту землю, которую они потеряли. Возможно, даже не они потеряли, а их отцы потеряли достаточно много лет назад. И мы видим, что закон, он отличался. И книга Второзакония очень интересно говорит об этом. Мне нравится это место, это Второзакония, 4 глава, 6 по 8 стих. И там написано следующее. Речь идет о заповедях. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав у всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо если какой великий народ, которому Боги его были бы столь близки, как близок нам Господь, Бог наш, когда не призовем его. И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня. То есть, Бог, он говорит, послушайте, посмотрите, есть ли вообще такой народ, имеющий такой закон. Знаешь, что я вспомнил сейчас? Я сколько раз наталкивался на рассуждение у Торика, как о книге, которая в сути своей серьезнейшим образом отличается от Нового Завета, который добрый, который полон любви. Вообще доходило, доходит до того, что Иисус – это как бы Бог любви, а Бог Танаха – это Бог, у которого с этим не все в порядке. И я, конечно, советую таким людям читать внимательно Тору, потому что выведенный, необразованный, неграмотный народ Израиля, воспитавшийся в среде народов, имевших злые законы, выходя, имея сердце, воспитанное там, они не могли соответствовать тому вот образу народа богоносца, народа, который должен был стать народом-просветителем для всех остальных народов земли, их нужно было переучить, переделать. Вот Тора, которую получает Израиль, она учит их добру, она дает им заповеди, которые в корне призваны отличить их поведение от поведения народов, живущих по законам силы. И ты знаешь, я вот, я немало думал на эту тему, скажу так, что сама идея государства в современной форме своей – это ничем не отличающаяся от того, что было в древнем мире. То есть это заговор сильных, который в меньшинстве своем предлагает что-то большинству слабых для того, чтобы контролировать и управлять этими слабыми. И фактически здесь, когда говорится о вдове, о сироте, о пришельце, о человеке-инвалиде, с разной степенью инвалидности, это говорится о слабых, за счет которых нельзя усилиться, за счет которых нельзя как бы выехать вверх. Слабое звено. Да, им нужно помогать, о них нужно заботиться, потому что во всех остальных народах до поры слабые – это люди, которые сразу становились рабами. Если женщина теряла мужа, она сразу становилась проституткой. Если мальчик был сиротой, он сразу попадал в рабство. Пришелец, который пересекал границу без ярлыка от правителя той страны, в которую он входил, охраняющего ярлыка, он становился сразу рабом. У него могли отобрать имущество. И Бог дает Израилю совершенно другие постановления, сразу же коренным образом отличающие с точки зрения любви народ евреев от других народов. Разве можем мы после этого сказать, что Тора – это книга, которая не имеет любви в самой себе? Если говорить о том, что Бог дает нам закон, само действие, дарование закона – это акт любви Бога. Ведь Бог мог бы не давать закон, Он мог бы вообще не являть себя людям. И тогда Израил дежур по праву сильного. Да. И я думаю, что то общество, которое мы видим, а было справедливое общество, и мы видим, что Бог следил за тем, чтобы народ исполнял такие законы. Потому что Бог говорит, что, послушайте, для меня это важно. Я не просто сказал слова, как бы, ну, я желаю, это было бы неплохо. Он говорит, ты должен выглядеть вот таким образом. И это будет знамением для всех, знаком. Все посмотрят и скажут, почему у них так хорошо? Потому что у них есть Бог, с которым они ходят, как написано в Розаконе, очень близко. Есть ли такой Бог вообще? И это было невероятнейшим, сильнейшим таким евангелизационным действием. Да, вот именно, вот само то, как они жили. Да, то, что они рассказывали, да, то, что они говорили, но если бы это не было, пусть даже в выскаженной форме, но если бы это не было подтверждено их взаимоотношениями, их жизнью, справедливостью их законов, которые, кстати, кроме всего прочего, заметь, вот идея возвращать землю назад, даже купленная земля должна была вернуться назад, ведь эта идея, она в итоге не позволяет обществу крепко разделиться на классы, да, оставляет Израиль относительно равномерным, сбалансированным. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами 777 секунд, и наша передача для вас до следующей недели. До свидания. Дорогие друзья, если наш портал иешуа.орг является благословением для вас, вы можете своими пожертвованиями принять участие в развитии этого служения. Наши реквизиты находятся на странице «Помощь» сайту. Мы благодарим вас за поддержку, и пусть Всевышний благословит вас. Субтитры создавал DimaTorzok